а всем доброго дня сегодня мы продолжаем с вами говорить или алгоритм и сегодня на самом деле будет самая сложная лекция в нашем курсе будет очень много всяких формальных вещей и формальных доказательств так что я советую на морально настраиваться и если сегодня вы хоть что-то поймете это будет уже отличным прогрессом нож тема сложная тема важна потому что нам нужно будет с вами разобраться в некоторых деталях некоторых тонкостях алгоритма и в общем у меня тут передо мной лежит шпаргалка которая позволит мне проводить все доказательства я воспользую воспользуюсь в некоторые моменты времени плюс я еще в презентации небольшие шпаргалочки сделал давайте начинать прежде чем мы с вами начнем давайте вспомним некоторое определение которое мы дали с вами прошлый раз смотрите значит мы с вами определили во первых что такое множество first это множество всех первых букв которые можем вывести из слова из последствий терминалов не терминалов это раз второе определение которое нам понадобится сегодня это определением нож операции кло уже это замыкание и операции замыкания на помогает убирать эпсалон перехода давайте я еще раз повторю чтобы это у нас было зафиксировано где-то как шпаргал то есть смотрите что у нас есть у нас мы можем определить операцию к ложе от множество что от множество ситуации и не обязательно это какое-то замкнутое множество это множество g такое что и является под множеством g и смотрите внимательно значит и если у нас есть а дальше у нас есть терминал альфа 1 . бета альфа 2 и следующая гипотетическая буква а и эта ситуация у нас лежит множество g тогда мы можем сказать по сути суп пуститься дерево грамматики то есть у нас ситуация b стрелочка гамма запятая c где будет принадлежать g для любого c такого что у нас первая буква выводится из альфа 2 а до чтобы еще раз вспомнить в терминах картинок то есть у нас есть альфа у нас есть альфа 1 бета альфа 2 здесь у нас может вывестись какая-то буква а 1 дальше мы бета раскрываем в гамма и дальше у нас с вами как раз вот мы берем первую букву которую мы можем с вами здесь вывести для любого центра нажит first альфа 2 а вот а и мы с вами давайте вспомним что то такое активный префикс и что такое допустимая ситуация значит давайте еще раз значит у нас есть допустимая ситуация много префикса повторим значит что это значит это значит что у нас есть какой-то префикс альфа бета 1 который появляется в деле вывода следующим образом из-за штрих мы с вами выводим альфа а а из альфа а у мы вводим бета-1 и бета-2 и . у нас стоит здесь поскольку у нас дерево вывода является правосторонним то у нас прежде чем выводить что-то из ней терминал альф а мы должны раскрыть все что находится справа поэтому здесь у нас слова у всегда будет находиться за один раз мы выводим с вами альфа бета-1 бета-2 и тогда у нас а пишется стрелочка бета-1 . бета-2 запятая c принадлежит к множеству допустимых ситуаций альфа бета-1 если у нас есть дерево если у нас есть вот такой вот дерево разбора и что важно что c это следующая буква слова у вот такая вот у нас с вами определение допустимой ситуации сейчас мы с ними будем работать поэтому давайте уточним есть ли вопросы по этим определениям какой-нибудь видимо нет ну хорошо давайте дальше значит немножечко разберем некоторые факты которые нам сегодня будут полезны они математические они на самом деле не сложно доказывать первое утверждение которое мы с вами сегодня докажем что если из альфа мы можем вывести бета то множество first у нас с вами относится в обратном соотношении на самом деле этот факт не сложный но давайте его проверим как его доказывать значит напомню что такое first от множества b это значит множество всех символов таких что из бета мы можем вывести некоторые альфа у да и еще объединить с множеством стоящие символа доллара при условии того что у нас из об этом можно вывести эпсиум это является эпсиум порождающим символом тогда мы еще вон доллар а но теперь смотрите пусть у нас а принадлежит first от б first от бета тогда у нас сначала рассмотрим случай а лежащий в множестве языка а тогда смотрите что у нас получается мы можем написать следующее что а из альфа мы выводим в эту и выводим альфа а у ну следовательно у нас а принадлежит first от а first от альф вот если у нас если а это у нас знак доллара то тогда у нас бета выводит эпсиум из этого можно сказать что из альфа вводится бета вводится эпсиум патрониздивности следовательно доллар лежит first от альф покой такой факт качестве разминочки на на сегодняшнее занятие она нам понадобится во многих местах поэтому я его решил сразу зафиксировать поехали дальше второй факт который нам сегодня будет полезен в выводах это по сути факты про множество first транзитивность факта транзитивность множество first мы говорим следующее что если у нас с вами а принадлежит first от альфа альфа б а б принадлежит first от гамма то из этого будет следовать что а принадлежит first альфа гамма ну поехали тоже это все выводить тут опять же идет рассмотр нескольких случаев доказательства а первый случай у нас с вами а а не равно доллару не давайте давайте проверим следующее да давайте проверим так а не равно доллару у нас может быть два случая тогда 1 1.1 это значит что из альфа могу вон какой-то а у то есть этот символ выводится у нас прямо из альфа а второй случай который у нас может быть при этом это альфа является эпциям порождающим а из бета получается а а равно тогда б потому что из альфа вон следующая первый символ от бета от б это собственно этот символ бет но тогда мы можем сказать следующее что альфа альфа гамма выводит некоторое а у гамма ну а из гаммы пусть мы вводим какой-то символ б дубль в да то есть это значит что здесь ок здесь у нас все работает ток на второй случай если у нас альфа альфа втепсилон а равно б то тогда у нас мы можем сказать следующее а давайте посмотрим что мы можем вывести из альфа гамма из альфа гамма из альфа мы уводим эпсилон а из гаммы мы можем вывести значит б принадлежит ф от гамма следовательно у нас гамма выводит какой-то бета б x тогда мы можем вывести эпсилон на б x ну а это б x следит на б равный а при этом принадлежит ферстов от альфа гамма это что касается первых двух случаев и теперь второй случай который нам надо рассмотреть это а равно доллару давайте что-то немножечко было интерактива поймем что это значит альфа равно либо доллару либо пустому а из альфа у нас не может вывестись ничего это значит что у нас из альфа бета выводится пустое слово до Да, либо если из альфа у нас выводится пустое слово, то b равно доллару. То есть из этого мы сразу можем сказать, что из альфа выводится пустое слово, а b равняется доллару. Ну а раз b равняется доллару, значит у нас из гаммы выводится пустое слово. По определению множества first. Ну и давайте тогда поймем, что у нас с вами выходит. Тогда у нас получается из альфа гаммы мы можем вывести эпсилон, поскольку из альфа выводится эпсилон, и из гаммы мы тоже можем вывести эпсилон. Что является эпсилоном? Ну, следовательно, доллар, который у нас является при этом символом a, будет лежать в множестве first от альфа гаммы. Ну, и тем самым мы с вами доказали этот факт. Просто мы этими фактами будем с вами оперировать в дальнейшем. Поэтому нам надо было их зафиксировать с вами. Так, движемся дальше. Дальше. Пока. Понятно? Если что, говорите, будем медленнее идти. Все, отлично. В чате увидел. Поехали. Теперь докажем первую важную лему, которая нам понадобится. Смотрите. Значит, лема следующая. Если у нас i является подножеством множества допустимых ситуаций по активному префиксу альфа, то close, давайте я буду сокращать его, close от i тоже является подножеством ситуации допустимого префикса. То есть мы не вылетаем за пределы множества допустимых ситуаций для активного префикса. Смотрите. Значит, доказывать будем следующим образом. Давайте я буду писать доказательства. Здесь надо рассмотреть. Пусть у нас ситуация а, стрелочка, бета 1, точка бета 2, c принадлежит замыканию множества i. И смотрите, что тут мы будем сделать. Значит, факт один, который нам нужен. Рассмотрим операцию множества. Такие. Значит, смотрите, i0 будет равное i. i1. Это мы применяем... Давайте я напишу условие вот это вот. условие фигурной скобкой к i0. И два у нас получаются из условия с i1 и так далее. И дальше, смотрите, в какой-то момент времени у нас получится на самом деле с вами, что iK, t равно к ложе от i. Так как множество ситуаций конечна. И по факту, давайте тут аккуратненько, нам нужно будет сделать с вами индукционный переход. Индукции пока. Что iK, t у нас вложено в множество допустимых ситуаций от альфа. Так, давайте по параметру только другому возьмем. Не по k, а по t. По моменту времени. Ну, давайте смотреть. Значит, база у нас на самом деле доказана уже. t равные нулю. У нас получается с вами, что i равное i0. Оно является уже в множестве допустимых ситуаций от альфа. Теперь нам надо с вами сделать переход. Переход индукции у нас с вами осуществляется с t в t плюс 1. Итак, смотрите, что у нас есть. У нас с вами есть некоторая ситуация. Альфа 1, точка бета, альфа 2, а принадлежит и т этому. Есть правило грамматики b стрелочка гамма. b стрелочка гамма. И тут важно заметить, что у нас вот эта штука является множеством допустимых ситуаций от альфа. Давайте я тут даже другую стрелочку возьму. Из этого следует, что у нас существует вывод. Какой вывод у нас существует? Так, я сейчас подниму. Смотрите, s штрих выводит альфа штрих а у. Дальше за один раз мы выводим с вами. Так, что у нас получается? Альфа, альфа 1, бета, альфа 2, у. Альфа штрих только. Этому, смотрите. Альфа штрих альфа 1 у нас равно альфе. А. А принадлежит тверстоту. Теперь нам надо показать с вами, пусть есть правило, ситуация, дай стрелочка гамма, c, принадлежащий будет уже и t плюс 1. То есть у нас получается ситуация. А, что такое условие с фигурной скобкой, это вот это вот условие. То есть у нас, по сути, идет переход с и в момент времени и t плюс 1. То есть таким образом мы с вами добавляем множество, расширяем наше множество и. Так, значит, нам надо показать, что бета стрелочка точка гамма запятая c будет лежать в множестве допустимых ситуаций для префикса альф. Ну, давайте соображать. Значит, что у нас есть? Какое дерево у нас вывода есть? Значит, у нас есть вывод. Давайте я картиночку нарисую, чтобы мы с вами не запутались. У нас есть альфа штрих ау. Дальше за один раз мы раскрываем с вами альфа 1, бета, альфа 2. И дальше мы раскрываем за один раз гамму. Вот. При этом, смотрите, что мы с вами понимаем. Давайте. Да, при этом я забыл сказать, что у нас с вами c принадлежит first. От чего? От альфа 2а. По определению замыкания. Так, ну давайте соображать, что нам надо показать. Нам нужно смотреть им. Тут еще важно зафиксировать, что пусть за какой-то момент количество времени k мы вывели какое-то слово u2 здесь. И замечу, что мы сначала раскрываем альфа 2 в u2, а потом только из бета за один раз переходим в гамму. То есть нам нужно показать. Или что? Смотрите, вот тот c, который у нас есть в лежащей first альфа 2а, нам надо показать, что оно лежит в first от u2u. Если мы покажем, что c лежит first от u2u, то мы покажем наш факт. Ну потому что у нас, смотрите, активный префикс никак не меняется. Все, что до точки, это у нас альфа штрих, альфа один, это альфа. А вот здесь нам надо будет немножечко с вами поколдовать. А теперь смотрите, а теперь смотрите магия какая. Пишем. Значит, у нас c принадлежит first от альфа 2а, а из альфа 2а у нас выводится u2. Из этого, смотрите, по утверждению 1 мы можем сказать, что c лежит в first u2a. Да, потому что из альфа 2а у нас выводится u2a. Угу. А теперь смотрите, что мы знаем, что такое а. А принадлежит first от u. И теперь, применяя утверждение 2, то есть мы теперь можем транзитивностью воспользоваться, получаем, что c принадлежит first от u2u. Что и требовалось. Ну, из этого мы получим с вами, что как раз у нас b стрелочка точка гамма c принадлежит адаму от альфа. То есть, видите, как раз тот самый факт, который мы с вами показали по транзитивности множества альфа, он нам с вами и пригодился. Так, сейчас. Да, хороший вопрос. Так, сейчас я соображу, как это делается. Давайте думать. Ну, во-первых, что мы можем с вами понять? Мы, во-первых, можем понять, что c принадлежит first от альфа 2u, потому что вот здесь мы можем сразу не заменять. и тогда это у нас все работает. Так, сейчас давайте посмотрим. Значит, first от beta у нас... Давайте чутка тогда перепишем. Давайте сначала воспользуемся утверждением 2, а потом подумаем, может быть, мы с вами утверждение 1 каким-то образом сможем с вами это доработать. Я сейчас тут сотру чуть-чутка. Значит, смотрите. Мы знаем, что a лежит first от u. А из этого точно по утверждению 2 мы можем получить, что c принадлежит first альфа 2u. Да. 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 Да, это мы можем с вами написать. Сейчас подумаю. Значит, у нас b стрелочка точка гамма c принадлежит и t плюс 1. Для любого c... Для любого c, который лежит в множестве first от... Да. Что такое u2? Это просто какой-то вывод из альфа 2. И тут вот как раз Руслан правильно говорит в чате, что мы его можем выбрать так, чтобы первая буква была c. то есть давайте я напишу так, если что, я потом в чате дополню, как-то... c такое, которое... подходит под вывод альфа 2u. то есть смотрите... под вывод давайте я напишу вот так. u2u. То есть смотрите еще раз, чтобы зафиксировать. Значит, смотрите, мы неважно для любого... То есть берем c, которые лежат в first альфа 2u, произвольные. Да. Но при этом мы с вами альфа 2 можем разбить на некоторые подусловия в зависимости от того, где какая первая буква выводится. И вот тут важно сказать, что давайте возьмем c такое, которое именно у нас в... в этом выводе находится. И тогда... И тогда у нас все получится. Но это тонкий момент. Давайте я еще немножечко сам подумаю над ним. И потом мы с вами это... его рассмотрим. Вот. У меня тут в конспекте есть, но я немножечко по-другому показывал. Я хотел как-то упростить, но, видимо, этот факт не упрощается. То есть пользуемся транзитивностью first и немножечко апгрейдом. Факт о множестве first, там надо подумать, как его апгрейдить. в будущем. Так. Движемся ли мы дальше? Было ли понятно, что тут произошло? частично. Ну, давайте понимать, что было непонятно. А, только последний переход. Да, окей. Там надо просто посмотреть, что такое цель лежит в first alpha 2a, и это корректно записать. Окей. Мой косяк. Будем исправлять. Так, давайте тогда двинемся дальше. Следующий факт, который мы с вами будем доказывать, это теорема номер один, которая нам позволит с вами доказать корректность перехода в ДК. Итак, смотрите. Пусть у нас с вами есть активный префикс x1 и так далее, xk, это у нас с вами активный префикс. и k при этом больше, чем 0. Тогда мы говорим, что множество допустимых ситуаций x1 и так далее, xk, мы можем получить, как, применяя операцию go to, к множеству допустимых ситуаций из префикса x1, xk, минус 1, и после этого применить ему к слову xk. То есть, применяем следующую букву. То есть, у нас x, давайте напишу, что x и t принадлежит от объединению n на сигму со звездой. Ой, просто n объединен с сигмой, без звезды. Вот, то есть, это штука, которая нам позволит поконструировать переходы в автомате. Значит, смотрите, тут все достаточно сложно. Сначала мы покажем факт с право-налево. Он проще. Итак, пусть у нас... Смотрите, тут будем пользоваться вот этим фактом с вами доказанным. Пусть у нас с вами и... Это множество ситуаций альфа... А стрелочка альфа 1 точка бета b альфа 2 альфа 2 c таких, что а стрелочка альфа 1 точнее, давайте вот так вот точка b альфа 2 c принадлежит множеству допустимых ситуаций x1 и так далее xk минус 1 Так, давайте сейчас аккуратненько напишу. То есть у нас получается с вами а стрелочка альфа 1 точка бета альфа 2 c принадлежит адам x1 и так далее xk минус 1 и на самом деле давайте мы тут даже заменим b на xk то есть эмулируем ситуацию когда мы двигаем точку тогда смотрите close а ты будет равен go to адам x1 я буду сокращать к минус 1 по символу xk потому что что мы с вами говорили про определение множества go to это что это замыкание всех таких множеств то есть мы берем все символы которые принадлежат множеству допустимых ситуаций x1 и так далее xk минус 1 а здесь у нас получается мы берем двигаем точку потом замыкаем это все дело ну и теперь смотрите что нам надо проверить нам надо проверить что что и подможество адам x1 и так далее к ну давайте смотреть значит если у нас с вами стрелочка альфа 1.x альфа 2 c принадлежит адам x1 и так далее к минус 1 то существует такое деле вывода из-за штрих мы вводим альфа штрих альфа 1 xk альфа 2 так точку я беру так еще секунду вот так написали с вами а и потом за один переход мы с вами делаем делаем фишку такую альфа штрих альфа 1 xk альфа 2 при этом c у нас с вами принадлежит сверстату это по определению множество допустимых ситуаций у нас с вами есть такое дерево вывода а теперь смотреть при этом вот эта вот штучка альфа штрих альфа 1 равно x1 и так далее к минус 1 следовательно альфа штрих альфа 1 xk это у нас множество ситуаций с первой покатой да то есть собираем эту штуку и теперь смотрите что мы получаем мы получаем с вами просто сдвиг точки а сдвиг точки нам просто меняет активный префикс то есть у нас теперь после сдвига точкой активный префикс становится x1 и так далее xk давайте я буду опять же напишу вот такую штуку то есть у нас из-за штрих выходит альфа штрих ау а дальше у нас получается альфа штрих альфа 1 xk альфа 2 у при этом я буду подчеркивать активные префиксы в дальнейшем чтобы было понятно и у нас получается с вами что c принадлежит верстату значит а а стрелочка альфа 1 x кт точка альфа 2 c принадлежит адам адам x1 xk то есть на самом деле мы просто взяли сдвинули точку детально посмотрели определение активного трефикса и у нас все получилось с вами так это понятно то что вот сейчас я посмотрел рассказал то есть вот вот эта часть дать я жду фидбэка или все афк шнулись если что-то непонятно спрашивайте ну вроде нормально это утверждение очевидно какое ну вот которым сейчас доказали ну по сути ну да только надо один раз в очередь определение расписать и тогда оно действительно будет очевидно тогда понятно фух теперь нам на самом деле начинается самый неочевидный факт это в обратную сторону и здесь мы сделаем с вами индукцию по параметру k сделаем базу база k равная нулю так сейчас нет не k равная нулю а k равная единица мы же не можем букву прибавить то есть это у нас с вами k равна единице будет итак смотрите пусть у нас ситуация есть а стрелочка бета 1 точка бета 2 2 c принадлежит атом от x1 тогда тогда смотрите что у нас получается я буду рисовать деревьев у нас и штрих есть дальше у нас есть альфа а у и дальше за один шаг мы с вами раскрываем бета 1 бета 2 точка при этом смотрите что у нас с вами есть у нас с вами есть следующий факт что c принадлежит first atom тогда мы можем сказать с вами следующее что альфа бета 1 равно x1 и у нас появляется два случая первый бета 1 равно x1 он тривиальный а второй случай альфа равно x1 ну давайте смотреть начало первый случай первый случай бета 1 равно x1 тогда смотрите что мы можем сказать мы опять же знаем следующее что с штрих альфа но этот случай очевиден сразу скажу ну давайте запишем бета 1 бета 2 я подчеркну вот здесь вот вот это у нас с вами будет относиться к admissible от x1 да давайте вместо бета 1 запишем x1 а вот этого штучка у нас с вами записывается как альфа альфа подчеркиваю x1 бета 2 а вот это еще относится у нас с вами к admissible от пустого слова да то есть это активный префикс он пустой да ну и тогда на самом деле мы можем видеть что точку мы с вами можем сдвинуть то есть здесь у нас давайте я вот тут напишу что а стрелочка точка x1 b2 c принадлежит допустимой ситуации от epsilon ну а значит а стрелочка x1 точка b2 c принадлежит go to Adam от epsilon x1 то есть в этом факте ничего сложного нет а вот следующий факт нам как раз и съест всю мута тень второй факт оказывается так если что вопросы задавайте смотрите давайте посмотрим начиная с альфа равно x1 найдем первый момент когда в дереве разбора появилась x1 и сейчас будет огромное дерево значит смотрите что у нас есть у нас изначально есть штрих раз дальше у нас появился какой-то нетерминал за какое-то количество раз нетерминал c и дальше какой-то какая-то штучка фи два штриха теперь смотрите вот из c в b мы как раз получим из c мы получаем x1 первый раз x1 здесь мы получаем дальше какой-то нетерминал beta из которого возможно у нас будет выводиться этот какой-то символ как раз появится символ а то есть давайте напишу что из c рождается x1 из b рождается а из b рождается а тут на самом деле может быть еще один случай но давайте мы его разберем чуть попозже то есть из b рождается фи и дальше давайте предположим что у нас с вами из beta рождается а первым не терминал сразу скажу что здесь могут быть эпсиом порождающие символы по дороге встречаться да давайте мы их опустим но они тоже могут нам сыграть некоторую роль и здесь за один раз мы получаем b2 b2 вот такой вот факт у нас с вами получается значит смотрите цель какую цель мы с вами ставим здесь доказать что значит ситуация некоторая c дальше у нас из c выводится какой-то точка x1 бета фи для некоторого символа пусть это у нас будет d она будет лежать к admissible от пустого слова а вторая цель вторая цель которую мы хотим с вами сделать при этом давайте сейчас я напишу еще детальнее разбор пусть у нас из фи штрих вывелось у два штриха где д принадлежит ферст у два штриха да а здесь смотрите получается тогда мы из этого факта выведем с вами что из c x1 точка бета фи d принадлежит гол ту адам эпсион x1 дальше значит еще один факт который нам надо потом показать что бета давайте я буду еще одну цель скажу нам надо показать с вами цель что из бета стрелочка точка а фи штрих для некоторого е лежит в адам от альфа точнее давайте вот так вот g2 admissible от эпсион x1 то есть что мы спускаясь по дереву разбора ничего нового не добавляем да и из этого тогда опять же мы с вами покажем что а тоже будет лежать а стрелочка бета 2 c будет лежать в go to от эпсион а это из что множество admissible то есть у нас есть тут две цели которые надо показать из которых дальше мы слепим все доказательства смотрите какой интересный факт вот мы с вами говорили про то что мы с вами спускаемся по дереву грамматики да и это делаем эпсион переходами на самом деле нам теперь нужно показать самое важное что вот это вот ситуация она появляется как кожа из некоторого из некоторой стартовой ситуации а здесь ситуация ровно такая же вот смотрите мы ставим точку сюдэмс да то есть у нас x1 точка бетафи лежит в голду значит нам надо показать что мы можем сделать пропагейшн пропуск внутрь по эпсион переходам таким образом что точка спуститься сюда и эта ситуация по сути вот эта вот ситуация она будет лежать не ровно в голду а прямо именно в замыкании вот этого множества ситуаций то есть когда мы сделаем замыкание над этой ситуацией то мы спустимся вниз давайте давайте я сейчас зафиксирую протокольно эту идею и дальше мы будем доказывать лему идея значит смотрите в чем состоит идея я нарисую пусть у нас с вами есть какой-то не терминал б и у нас она появилась там не знаю а альфа 1 альфа 2 и у нас с вами есть какое-то множество которое альфа 1 точка бета альфа 2 c дальше у нас за какое-то количество раз что-то произошло да но при этом важно важно что мы вывели с вами какой-то c z а потом мы вывели с вами за один шаг какой-то не терминал дельт надо показать давайте пусть это у нас и множество из этого а что c стрелочка точка дельта запятая для некоторого символа d принадлежит замыкание множество им да то есть что мы берем спускаемся на сколько не терминалов по всем переходам точнее раскрываем все раскрываем все в правой части потом за один раз мы делаем переход в дельту что такое да а давайте подумаем что такое да да это у нас с вами следующее да это будет у нас первый символ от того что находится справа от вот этого частью да давайте вот я сделаю вот так вот я сделаю вот здесь не дед напишу а как его обозначал а мне фи его обозначал вот д принадлежит first и альфа-2 ну и дальше еще там у которой вот у нас там с вами был для активного и альфа-2 c во все точно сошлось вот так то есть д это пересел который может быть здесь здесь и дальше вот здесь так понятно ли идея того что мы сейчас будем с вами показывать и это вот самая самый тонкий переход который нам нужно будет здесь вот сделать поэтому его именно показывала так давайте сформулируем и теперь при помощи лемов а пусть и альфа альфа-1 . в этом альфа-2 запятая c при этом значит пишем что б выводят c фи так только не cc большая фи и за один раз мы вводим дельта фи тогда здесь нам нужно сделать следующее написать с вами не такую вещь что ситуация c стрелочка . фи д принадлежит множество к ложи от им для д принадлежащим first вот фи альфа-2 c сразу скажу тут важный факт который есть он заключается в том что обычно бе правосторонним дереве выводом а у нас здесь место фи может быть уже раскрытое слово какое-то поэтому здесь фи можем заменить на любое слово и может быть словом идет правосторонним выводом а у нас именно такой вывод так ну поехали доказывать значит смотрите доказательства этого факта на самом деле дать обозначим эту штуку м и сделаем индукцию по м базу м равно нулю тогда бета за ноль шагов выводится фи за один шаг выводится дельта фи следовательно у нас фи равно эпсилон а c равно нулю следовательно смотрите ой тогда я тут косяк запустил здесь не физи здесь дельта тогда у нас получается что б стрелочка точка дельта д где д у нас это множество будет д принадлежит множество ферст от альфа 2 c о определении кожи то есть смотрите что мы делаем вот давайте анализировать мы просто здесь фи заменяем на пустое слово ну и тогда мы просто получаем определение кожи потому что б стрелочка дельта у нас это правило грамматики таким образом у нас получается доказана база индукции так теперь переход смотрите значит переход за какое-то количество шагов дать посмотрим первый момент когда у нас появился на терминал c то есть идея тут ввести она ровно на этаже то есть мы смотрим первые моменты когда у нас что-то появляется ну и тут рисуется следующая вещь значит смотрите альфа а а дальше мы с вами рисуем бета а а ой нет опять же альфа 1 бета альфа 2 потом за какое-то количество раз у нас появляется не терминал д а который раскрывается слоем фи штрих здесь у нас получается раскрытие за один раз с фи два штриха а так c нет не не фи два штриха фи фи и дальше за один раз когда-то происходит раскрытие в дельте вот такая вот вещь ну смотрите что мы можем здесь сказать а здесь мы можем сказать следующий факт что давайте посмотрим значит у нас на самом деле здесь предположение индукции выполнено для d стрелочка c фи тогда смотрите что мы можем сказать мы можем сказать что d стрелочка точка c фи для некоторого символа е принадлежит кулу жаты для любого е принадлежащим ферст вот давайте соображать фи альфа 2 с фи штрих альфа 2 при этом смотрите что у нас получается дальше у нас получается что сц стрелочка точка дельта принадлежит правилам грамматики а значит из всего вот этого и мы можем мы можем сказать что d стрелочка точка дельта значит запятая д принадлежит коже а ты для любого д принадлежащим тут важно смотрите очень аккуратно написать принадлежащим ферст от множества фи и первая буква здесь то есть фи е так секунду давайте вот все таки тут фи два штриха поставим потому что фи штрих это немножко не то все смотрите получается ферст фи штрих и е то есть так нет не фи штрих е так секунду если у нас тут фи 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 два штриха вот так так сейчас давайте сообразим все ли мы правильно написали вроде бы все правильно мы с вами написали по утверждению 2 которое мы с вами доказывали тогда что у нас с вами получается у нас с вами получается интересный факт что тогда у нас д принадлежит ферст фи штрих а вместо фи штрих мы подставлять ой фи фи штриха е да замечу фи два штриха е здесь получается фи два штриха фи штрих альфа два c а вот это у нас как раз и есть фи который мы с вами хотим показать то есть вот оно у нас с вами показано этот факт так вопрос не все ли тут еще афа кашлялись или скорее всего все не все вот это тот вот этот переход понятный ну типа в целом что произошло то есть идея еще раз очень простая то есть если мы какой-то не терминал протаскиваем очень далеко до какого-то первого не терминал то мы его можем получить при помощи операции клоу кто-нибудь видит тут подводный камень тут есть еще один подводный камень доказательства который на самом деле я опустил его очень важный очень важный давайте посмотрим на первый момент когда у нас появляется не терминал там b c а и так далее а важный вопрос состоит в том является ли он первым в этом выводе а что будет если у нас вот этот не терминал не является эпизом порождающим точнее вот у нас вместо б когда мы воем там не знаю вот c появился первый раз когда он появился x1 дальше b и так далее да почему у у нас тут не не могут быть эпизом порождающие символы но на самом деле здесь как этот факт обходить такой контрольный вопрос чем мы здесь пользуемся то есть может ли быть ситуация что у нас допустим здесь первый раз в дереве разбора появляется x1 да и мы говорим что вот здесь вот у нас все типа еще какие-то все порождающие не терминал появляется давайте может быть на картинке нарисую чтобы это было понятно то есть смотрите что я говорю я говорю следующее пусть у нас был а там не знаю альф 1 бета альфа 2 дальше мы говорим первый раз смотрим когда не появляется не терминал c в какой-то момент времени а вот здесь вдруг у нас какой-то x1 там не знаю x из которого дальше вводится эпсел тут напишу смотрим первый момент когда c а а слева x почему такой картинки быть не может те кто еще не афк шнулся давайте подумаем каким важным фактом мы здесь должны пользоваться давайте я я начну писать а дальше это а дальше может быть кто не скажет ответ так кто не догадался просто руне до вывод грамматики правосторонний поэтому активный префикс будет не альфа а альфа альфа 1x то есть не тот который мы хотим из-за этого как раз у нас мы можем гарантировать что если первый момент в какой-то появился не терминал он всегда идет первым и раскрытие идет именно по нему вот такой вот важный факт зафиксировали то есть что мы с вами понимаем мы с вами понимаем что давайте еще раз вернемся к доказательству этого факта значит посмотрим первый раз когда из-за рождается x1 да тогда мы понимаем что поскольку здесь активный префикс был пустым то есть ничего здесь нету то из-за штрих у нас рождается и c x1 бета фи д принадлежит admissible от и тут важно сказать что из нашего факта давайте я буду справа писать буду справа напишу из факта следует немножко другое дать посмотрим у нас будет это не admissible от и все он будет а c стрелочка точка x1 бета фи запятая д будет не не такое а будет принадлежать хлоу же от множества с штрих в с запятая эпсилон ой не все он а доллар вот при этом где д принадлежит ферст от фи штрих фи и два штриха доллар вот и опять же вот тот самый факт который мы с вами говорили вот который который требует нам уточнения но он ровно аналог того первого утверждения который у нас был мы можем сказать тогда так как фи штрих выводится у то что подберем так у два штриха такое у два штриха что д первая буква давайте я буду написать даже вот так напишу принадлежит ферст у два штриха и тогда из этого мы как раз будем из этого как раз у нас получается что c x1 b фи д принадлежит адам адмиссия была тэпсилон вот ну и дальше смотрите тогда мы двигаем точку а дальше спускаемся до а b2 и раскрываем фи в некоторое у а фи штрих некоторое у штрих и бинго у нас все получается ну и тут по факту мы еще пользуемся тем что клоу же является по 0 коже текущего множества является подможеством адмиссия была тэпсилон кстати товарищи кто понимает что он по дороге доказали с вами пока мы тут базу индукции проверяли кто может сказать понимаете ли вы что мы по сути вот при помощи вот это вот ляма которую мы с вами сформулировали мы легко сейчас можем показать вторую лему просто нам нужно для того чтобы показать вторую лему сказать что из-за штрих стрелочка .s,$ оно лежит в ночь допустимой ситуации адепсилона ну и тогда все символы которые мы получаем замыканием они у нас тоже там находятся с одной стороны а с обратной стороны давайте опять же рассмотрим ту же самую пирамидку которую мы с вами построили и у нас с вами все будет работать так давай еще мне кажется что я вас сегодня уже перегрузил да давайте с вами зафиксируем что мы с вами сегодня сделали и в следующий раз продолжим значит первое что мы с вами показали мы показали важную лему точнее мы разобрали некоторое множество факта о множестве first только вот это надо немножечко подчинить наше соотношение дальше мы показали множество транзитивность множество first которые много раз в вами использовались и показали следующее что если и является подножеством допустимых ситуаций для некоторого префикса то его замыкание является тоже множеством допустимых ситуаций для префикса и показали в одну сторону что если мы сделаем переход в нашем dk да то мы точно попадаем множество admissible по префиксу в обратную сторону мы пока что доказали только базу индукции пока что мы не с вами не показали индукционный переход но индукционный переход на самом деле делается ровно аналогично надо посмотреть на первый момент когда у нас появляется не терминал xk и там опять же идет разбиение на два дерева в каждом из которых первое мы приходим по замыканию во второй половине дерева мы тоже будем приходить с вами по замыканию тем самым мы с вами докажем эту теорему очень важно то есть в следующий раз я предлагаю с вами доразботать этот момент и дальше уже перейти к непосредственным фактам которые пользуются для построения LR анализатора ну LR ДК и дальше покажем уже точные детали так ну все давайте задавайте вопросы потому что мне кажется что было много чего непонятно то есть если просто тыкните в точку какую-нибудь то мы с вами попытаемся это разобрать можно по поводу экзамена на экзамене надо будет полностью эту теорему доказывать или на как-то будет разбита или вообще не будет включена она будет разбита скорее всего по формату экзаменов будет таким что будет какой-то факт да нужно будут основные тезисы по ним да и потом в какой-то момент времени просто ну какой-то небольшой тезис будет проситься именно формально показать но в том плане что типа базовые input и будут даны да типа дальше мы просто проверять что понимаете ли как это выводится то есть убрить это не надо лучше думал включать задачи будут на экзамене задачи до будут на экзамене ну в принципе формат задач можно будет понять когда будет терпо только колока может быть там там задача только проще будут скорее всего остались самые крепкие у нас с вами надо будет видимо эту штуку сесть оформить когда-нибудь было понятно где сейчас конспект на 7 страниц но пока что а в нем очень много фактов тоже не доказано вот давайте тогда выдохнем я благодарю всех кто пришел сегодня так следующий раз мы с вами продолжим эту историю если не успели добить но тут надо много времени тратить все тогда всем спасибо всем хорошего дня и не болеете